Афиноген Нам говорили, у нас есть Александр, наш герой. У меня тоже есть свой герой. Видно, да? Сейчас тут нам это отцентрируют. Зовут его Афиноген. Ну представьте, что Афиноген это типовой, ну такой типичный наш коллега, разработчик. Он любит разрабатывать. У него тоже есть свои особенности. Представим, как… Ну он, кстати, ответственный очень человек. Его ответственность, она, ну так скажем, имеет свое вознаграждение. Давайте представим, представим, как проходит рабочий день Афиногена. Скажем, у нас есть некоторая шкала. Представим, что у нас по оси горизонтальная, как абсцисс. У нас временная шкала. А здесь по вертикали у нас, ну так сказать, совокупный абстрактный какой-то параметр, который, ну давайте сформулируем, который в себе содержит некоторое качество продукта. Как раз нам тут про качество говорили. Которое содержит в себе объем продукта. Ну и… В общем, все вот это, да, которое потом выливается, например, в зарплату разработчика. Ну пусть будет это какое-то там Q или V. Ну мы поняли, да, о чем это. Это какая-то абстрактная метрика успешности работы разработчика для проекта. Ну и скажем, в течение дня. Ну давайте предположим, что афиноген в течение рабочего дня работает. И у него получается, его результат имеет вот такую функцию от времени. То есть это вот такая вот линия. Похожа на правду, ребят? А что не так? Ну так можете кто выкликнуть и скажите. Ну есть какие-то моменты, да? Вот тут про завтрак сегодня говорили, да? Я вот тоже человек, я афиноген тоже человек. Я сегодня не совсем хорошо позавтракал. И афиноген тоже, да? Вот как может происходить рабочий день человека? Давайте представим. Да по-честному, мы же с вами тоже такие же, да? Вот в начале рабочего дня афиноген, наверное, вот здесь вот выпил кофе. Потом он там булочкой. Потом он встретил коллегу, какой-нибудь имя, давайте придумаем, Маргариту. Ну и значит у них была беседа интересная. Ну и значит и вот в ходе вот здесь, вот начало рабочего дня, афиноген раскачивался. Ну что, да, как бы, ну по-честному. Даже если люди, которые приходят на работу в 9 утра, они же в 9.01 уже не коммитят что-то, да, и не пишут какую-то осмысленную строчку кода, да, потому что, ну мы так устроены, да, мы пришли, начали что-то, задумывались о чем-то, начали разбираться, вспоминать, что мы делали вчера, сегодня, да, и начали писать. И как бы, ну понятно, что сразу мы что-то осмысленное там много не сможем написать, и нам нужно раскачаться. Ну и скажем, в какой-то момент афиноген выходит на свой, ну так сказать, нормальный эффективный уровень разработки. Он работает, все хорошо. Кстати, у нас здесь в конце, ну где-то вот здесь может быть обед, потом он, афиноген отдыхает после плотного обеда, и тут уже у нас дальше рабочий день, и уже все, ну как бы, рабочий день кончился. Вот если вы там, помните, да, я школу давно заканчивал, в университете тоже давно учился, с нехорошим результатом. Вот там график, это площадь, если посчитать эффективное время разработчика, да, то оно вот, вот эта масса, да, вот эта площадь, она как бы по идее должна содержать, ну, оплачиваться. Ведь у нас, согласно данным Росстата, оплата труда разработчика, она, наверное, несколько выше, чем, ну там, средняя, да. И нам, как разработчикам, оплачивают нашу деятельность. А наша деятельность, как выясняется, она, ну, как, наверное, любого специалиста, она нелинейная. То есть у нас есть как в течение дня, так и в течение года какие-то зависимости, какие-то колебания, настроение там, с девушкой расстались, да, там всякие бывают дела. Там зуб заболел. Ну, в общем, давайте про хорошее. А если, кстати, что-то хорошее случилось, мы на позитиве, да, мы приходим, да, и херачим на работе. Вот. Ну, как бы, на самом деле, ребят, этот график тоже идеальный. Потому что, потому что я нельзя спрашивать, что у нас есть в зале не только разработчики, у нас есть еще те люди, которые занимаются управлением разработки. На моей памяти, даже на опыте, на моем, был случай, когда я пришел в команду, вообще люблю команды сам создавать и давать людям те роли, которые будут комфортны. Ну, бывают случаи тогда такие, когда приходишь в команду, команда уже существует, и там уже есть свои устоявшиеся процессы, и там что-то происходит. И вот был случай, когда в команду разработки, конкретному разработчику, забегает бизнес-оунер. Это не продукт-оунер, да, мы понимаем все, да, а бизнес-оунер, человек, который отвечает за развитие бизнеса, за управление бизнесом в части вот этого вот продукта, который делает команда разработки. Он думает, как на нем зарабатывать деньги. И кейс такой. Этот человек перебегает с мобильным приложением и хватает там разработчика, ну, отвлекает его от работы и говорит, смотри, почему здесь кнопочка вот такого цвета. Ситуация, ребята, на самом деле фатальная. Потому что, во-первых, люди делают не свою работу, а во-вторых, они отвлекают от работы других людей. И вот про этот момент хотелось бы подробнее поговорить. Нарисуем какую-то примерно, снова повторим вот эту фигуру. в течение дня, представим, что у нас обеда нет, да, мы такие, не обедаем, короче, экономим. Ну, представьте такую ситуацию, человек работает, вот его где-то нормаль какая-то у него, он работает, вышел на свой уровень, и тут прибегает кто-то и говорит, афиноген, у меня есть срочная задача. Что происходит с человеком, с афиногеном, с разработчиком в этот момент? Ну, можно предположить, что человека вырывают из этого состояния, его эффективность, его продуктивность в части его основной работы, она сводится, ну, практически к нулю. Да, у человека остается какое-то мышление, какие-то мозговые деятельности, направленные на свою основную задачу, но его внимание уже так или иначе направлено на Маргариту, на какого-то там менеджера, который прибежал и его отвлекает. Менеджеру кажется, что он спрашивает правильные вещи. Это же важно, то, что он подходит, спрашивает, он переживает за продукт. А для разработчика ситуация выглядит, может выглядеть тоже по-разному. Разработчик считает, что раз менеджер пришел, значит, задача действительно важная, нужно помочь. Но они оба ошибаются, потому что они забывают, что если у команды есть план, у команды есть спринт, компания ожидает от них какого-то продукта по результату какого-то определенного времени. Когда они начинают обсуждение код другого вопроса, основные цели спринта, они просто обнуляются. Даже если вопрос был минимальный, маленький, и менеджер ушел, а разработчику все равно нужно будет какое-то время для того, чтобы вернуться в свою деятельность. Сталкивались ребята с таким? Ну, это происходит, правда. И вот наша задача, ну, наша в широком понимании, я управляю разработкой и кодию еще. И вот мой спич такой, я не хочу предложить вам какие-то конкретные решения, как сделать так, чтобы мы работали эффективнее. Я лишь хочу обозначить вопрос, решение которого, наверное, у каждого, ну, может быть, чуть-чуть свое, со своими особенностями. Как сделать? Есть методологии разработки, которые помогают нам в этом. Есть вещи, которые, наверное, присущи каким-то конкретным командам. Ну и что можем сделать? Давайте поговорим на эту тему. Во-первых, мы можем… Ну, кстати, что происходит с задачами, это, кстати, к которой прибегал человек, вот этот менеджер какой-то прибежал с задачей. Ха-ха, у меня, говорит, есть срочно задача. Эту задачу разработчики и менеджеры могут не решить. Ну, прибежали, обсудили, поняли, что недостаточно какой-то информации, разошлись, менеджер ушел по своим делам, разработчик остался вникать. Произошло отличение от основной задачи и, возможно, мы отменили решение задачи в течение дня, в течение недели, в течение спринта. Что делать? Мы можем сделать, чтобы возврат человека к своему состоянию происходил мгновенно. Ну, как можно меньшее время. Один путь. Другой путь. Сделать так, чтобы этих отвлечений вообще не было. Для этого даже придумали методологию. Может, слышали, да, вот это слово нехорошее, всякие там agile, скрамы, да? Ну, они вот по мне так вот тоже про это. Смотрите, вот афиноген у нас есть. Когда к нему прибегает другой чувак и такой, ха, у меня, говорит, вот есть задачка, давай, говорит, ее сделаем. Раз отвлекли, два отвлекли. Ну и все. И проекту, продукту, все. Кирдык. Поэтому придумали такую роль, которая называется там продуктологер. Что делает этот человек? Его как бы есть две такие задачи, которые он решает, которые полезны команде. Во-первых, он может оградить команду от излишнего внимания со стороны бизнеса, со стороны других команд. Ну и вообще-то маргарит разных, да? Кстати, простите, если вдруг кого-то обидел. А во-вторых, данный человек может сделать коммуникации внутри команды куда более эффективными. О чем я говорю? Вот смотрите, вот есть вот этот вот афиноген. Вот ему какая разница, кто его отвлекает? Люди из вне команды или люди из внутри команды? Ну, разница на самом деле есть. Сейчас я про нее тоже чуть-чуть скажу. Дело в том, что сам факт отвлечения человека от работы, он уже произошел. И человеку так или иначе все равно нужно будет вернуться в свою деятельность обычную. Мы у нас в команде, кстати, даже ребята… Я даже про это не говорил, а ребята сами сделали таблички такие. Я хотел сфотографировать, не сделал. Таблички, на которых написано там солнышко с одной стороны, мол, я готов к диалогу, а с другой стороны, мол, там что-нибудь такое, там страшилка какая-то. Не отвлекайте, мол, меня. Что может сделать для повышения эффективности работы команды разработчика, ну, скажем, сам разработчик? Сам разработчик, во-первых, когда он проснулся, там, PyPedal может уже думать о том, что он вчера делал, что ему осталось делать и как он это будет делать, кто ему в этом может помочь. Именно для этого, кстати, придумали такую вещь, так как ежедневные митинги. Мы вовлекаем всю команду на единый лад, вспоминаем, ну и как-то заряжаем. Сам разработчик может просто не отвлекаться. Это, конечно, очень херовый кейс, когда приходит человек, а разработчик ему говорит нет. Есть у них кто так делает? Все лояльные, толерантные, да? Ну, честно говоря, я так делаю. И это помогает. Люди сначала не понимают, потом как бы понимают ценность этого и просто в следующий раз не отвлекают по мелочам. Что может сделать человек, который управляет разработкой? Он может сделать так, чтобы друг друга не приходилось отвлекать, друг друга не приходилось отвлекать по вещам, которые не являются предметом, собственно, работы команды. И он может обеспечить коммуникации таким образом, чтобы эти отвлечения были для каждого члена команды незаметны. Каким образом он может это сделать? На самом деле ничего фантастического тут нет. Во-первых, наверное, там документация. Если в документации в удобном, в читабельном виде можно получить ответ на вопросы быстро, то помня и зная это, что ты выдергиваешь коллегу из потока, может, стоит заглянуть туда. Там это будет быстрее. Почитать написание задачки какой-то. Во-вторых, человек, который управляет разработкой, может сделать так, чтобы команда находилась в одном потоке. Я уже начал употреблять слово поток, чтобы не сразу, да, а чтобы мы постепенно к этому пришли. Что я понимаю под потоком? Поток — это некоторое состояние, когда мы… материться нельзя, да? Когда мы работаем с максимальной отдачей, и мы в этот момент максимально эффективны, я думаю, понимаем, о чем я говорю. И если нас выдернуть из этого потока, да, будет плохо, максимально хорошо, экономически эффективно просто, когда разработчик в потоке находится как можно больше времени в течение дня. Сел. Действительно, я сам знаю, по себе знаю. Бывают такие дни, когда ты прям не можешь зарядиться на задачу, а бывают дни, когда ты бежишь на работу, занимаешься какой-то задачей, это может быть разработка, это может быть написание какой-то документации, это может быть разбор какого-то регламента, там, формирование какой-то архитектуры, и ты не можешь выйти из этого, тебе кайф комфортно, ты ловишь кайф от этого, и твоя работа получается максимально эффективной. Ну, это что может сделать менеджер. А теперь я скажу, что может сделать каждый из нас. Ну, я сформулирую, это уже такой совокупный опыт. Я бы назвал там как-то там правила трех гвоздиков. Это такой, ну, действительно, совокупный опыт. Не только мой, а там многих людей. Давайте вспомним тот момент, когда человека отвлекают. Человек пришел, прибегает, говорит, ха, есть, говорит, задача. Тут может быть какой кейс. Человек говорит, окей, я подумаю. Особо ретивые говорят, окей, сейчас сделаю. Ну, а самые наглые говорят, ты слышишь, давай потом. Вот у каждого из этих моментов есть свой плюс, свой минус. Так вот, я сам лично придерживаюсь следующего правила. Смотрите, когда человек приходит и говорит, хей, у меня есть задача. А еще обычно говорят, прибегают, говорят, хей, у меня есть офигенная задача, самая лучшая задача, давайте прямо сейчас делать. Я говорю, окей, давайте запишем. мысленно, мысленно где-то в стене забиваю гвоздик и его задачу, идею, задачу представляю в виде ленточки, какой-то ниточки и повесил ее на гвоздик. Все, и забыл про нее. Честно скажу, что такое работает не для всех задач. Например, если мы говорим про какие-то очень критичные баги в системе, какие-то блокеры, то, наверное, они должны быть понятны команде заранее и мы должны, это не должно быть вопросом. А если просто человек прибежал к срочной задаче, я лично не делаю. Потом он мне пишет в скайп через час, два, день. Господи, какой скайп. Скайп уже три года не открывал. На второй гвоздик беру, перевешиваю ниточку и дальше занимаюсь своей деятельностью. А он там думает, что я там что-то в процессе делаю. На самом деле нет. Мы даем время, задачи, устаканиться. То есть она как-то живет там в своем мире, в моем мозгу, где-то на какой-то там полке, в мозгу того, кто ее придумал и как-то там формируется. И вот когда третий раз идейный человек прибегает, вот тогда мы берем эту задачу к рассмотрению, к обсуждению, к планированию, к какому-то детальному разбору. И эта практика дает свои результаты. Вот в вышеупомянутой мной методологии, там есть такое понятие, как бэклог, например. Так вот бэклог, например, в качестве подтверждения данной идеи тоже нельзя сформировать вот так вот по щелчку. Говорят, у меня вот есть такая офигенная идея, давайте закидаем туда идей, и все, это будет наш бэклог. Нифига. По-хорошему у списка задач, планируемого к разработке, тоже есть какие-то свои стадии. Мало обдуманные задачи, достойные рассмотрения, и те, которые мы, скорее всего, точно будем делать. Так вот, для того, чтобы задача поступила именно в разработку, по-хорошему она должна пройти снизу вверх вот эти все этапы жизненные циклы. Ну, собственно, теперь суть. Почему я так делаю? Тут уже, наверное, можно перейти в режим некоторого диалога. Можно уже, наверное, да, если кто захочет ответить, дать микрофон. Ребят, давайте подумаем, а что может произойти с задачей, после первого гвоздика. Анна, можно дать микрофон? Но она может оказаться не нужна в дальнейшем. То есть неважно, или вообще откинуться. Согласен. Это самый такой популярный кейс, честно скажу. Как минимум она может измениться. Как минимум. Вообще это как правило происходит. Потому что срочные задачи, вот мы когда-то выработали вместе с командой такое понимание, они плохо сформулированы, непонятна их ценность, они могут быть не нужны, и их сложно оценить. Если мы возьмем такую задачу вот прямо сейчас в разработку, то непонятно, что с ней будет. Она может и вообще не нужна будет. И есть такое интересное наблюдение. Всего две руки у меня, к сожалению. Есть такое интересное наблюдение. Когда человек прибегает ко мне и говорит, у меня есть срочная задача, я руководствуюсь этими тремя гвоздиками, он же знает, что я ничего не делаю, потому что если человек со мной не первый день работает. Повторно человек даже не пишет, бывает, не говорит, не приходит с этой задачей. Потому что он сам в голове уже реджекнул этот кейс, эту задачку отменил, и он понимает, что она уже не нужна. Таким образом мы как бы стараемся делать нашу разработку эффективней. И у меня ко всем вам есть огромнейшее пожелание. Будьте в потоке со своей командой. Будьте эффективны сами. Оценивайте значимость задач, которые ставятся вам. И прежде всего будьте в потоке со своей командой. Вот мы можем перейти к вопросам. Он включен? Так все-таки в теме доклада заявлено, сколько работает разработчик в течение дня? В реальных цифрах. Там в теме доклада было много чего заявлено. В ответ на этот вопрос расскажу такую историю. Лет… Не знаю, вот есть в аудитории люди, которые там чуть-чуть старше среднестатистической аудитории. Наверное, помнят, что лет 10 назад в Яндексе проводили некоторые исследования, где у разработчиков с 5-7 летним опытом спрашивали, а сколько работает разработчик? Вот все опытные бородатые дядьки, знаете, что ответили? Они сказали, что грубо суточное. Потому что, говорит, мы когда просыпаемся, когда засыпаем, мы думаем об этой задаче, когда мы кушаем, разные дела делаем. Дело в том, что вот этот поток, вот здесь уровень, вот этот вот, он эффективности, когда мы непосредственно пишем код вот здесь, пишем код. А когда мы… Почему, чем отличаются разработчики от программисты? Программист, не люблю это слово, есть люди, которые приходят на работу ради того, чтобы писать код. А по-хорошему нужно разрабатывать продукт в разных его аспектах. Так вот, разработчик работает круглосуточно, потому что у него есть некоторый уровень вот здесь какой-то деятельности, чуть ниже максимальный, когда его мозг все равно работает, он все равно в процессе. И это все равно, наверное, можно назвать работой. Хорошо. Но сразу, в общем-то, возник второй вопрос, связанный с этим. Вы говорите, что разработчик разрабатывает постоянно, круглосуточно. Как тогда быть с проблемой выгорания разработчика, который, ну, он постоянно работает? Он живет только работой, получается? Ну, смотрите, выгорание профессионально, оно же прежде всего обусловлено стрессами. А если работа в кайф? С этим соглашусь. Вот. Ну и, наверное, я не могу не согласиться с вами, потому что работать круглосуточно, наверное, тоже нельзя. У меня тоже у самого такие бывают периоды в жизни. Надо вот вырываться, да, куда-то уезжать, там, в тайгу, я не знаю, что-то делать надо с этим. Отпуска всегда нужны. Эффект такой есть, да. Ну, вообще несколько такая философская тема. Раз, раз. Привет. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Ты рассказал про понятие потока, как, в общем, в целом от него не оторваться желательно в течение дня. Но теперь хотелось бы у тебя спросить, могут ли ты поделиться опытом по тому, как из этого потока выходить, если задача крутая, как себе сказать, что надо, например, отложить ее на завтра или, например, заняться теми самыми гвоздями. Вот как понять, что пришло в то время в течение дня? Я не понял, не совсем понял вопрос, что пришло в то время что? Как дать себе понять, что надо сейчас выйти из этого потока, что это целесообразно? Наверное, когда задача реализована, да, когда команда кричит по результатам деятельности «Ура! Мы сделали это!» Нет? Ну, окей. Один кейс. А если задача большая, она делается не за один день. Если вы увлечены работой, вы будете думать о ней и после работы? Или не так? Так. Ну, так вы сами ответили на этот вопрос. Конечно. Вы думаете об этой работе, вы живете, вы живете этой идеей. Когда вы где-нибудь находитесь, гуляете в парке, бывает же такое, что вы разговариваете с кем-то, о чем-то отвлеченном абсолютно, и тут опа-на, вот она, да, надо было сделать так. То есть в вашей деятельности все равно там где-то вот она происходит. Ну, то есть ты предлагаешь в, так сказать, бэкграунде просто в какой-то момент отвлекаться, уйти и заниматься какими-то жизненными, грубо говоря, делами, и в бэкграунде все продолжить. Смотрите, если вы менеджер, то вы можете, понимая, что команда прям рашит, она делает достаточно большой объем продукта за какой-то период времени, небольшой, можно сделать, дать команде какую-то еще одну задачу, которая будет ей по вкусу, и если команда ее подхватит, если ее правильно преподнести, эту задачу, то можно перенести поток один из одной задачи в другую задачу. Но нужно понимать, что как бы мы люди, живые, нам тоже нужно иногда отдыхать. Спасибо. Примерно так. Там обед, наверное, скоро. Спасибо за доклад. Вот вы рассказали про то, что значит должно быть три гвоздика. Еще я слышал про систему с тремя шкафчиками. А почему три? Почему не два и не четыре? Чем это обусловлено? Три. На Руси всегда троица. То есть это просто какой-то из опыта, из личного. Именно три их. Что будет, если их будет два, или если их будет четыре? Мне кажется, если их сделать десять, то задачи в принципе не будут никогда вылазить наверх. Ну да. Вот, собственно, мы снова ответили на вопрос, что этих этапов должно быть какое-то осязаемое количество, счетное, легко измеримое, и с понятными статусами. Если будет два гвоздика, то там будет три состояния. У нас до, на каждом из них, после, это уже четыре состояния. Ну, в общем, из опыта, наверное, да. Спасибо. Нормально, три. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня такой вопросик. А как много времени прибывают ваши разработчики в состоянии солнышка вот этого вот? Когда они могут говорить? Ну да. Да нет, репрессий нет никаких. Нет, просто как они ставят. Вот они сами поставили. Сколько времени они прибывают в этом состоянии? Я понял, о чем речь. Вопрос в том, что даже в какой-то большой задаче есть какие-то ее итерации, ее части, где тебе нужно выкладываться. И иногда, ну, либо нужно переключиться с одной части задачи на другую часть задачи, либо, когда мы ловим так называемый, ну, не можем придумать, как сделать задачу, как ее решить, то тогда человеку нужна некоторая перезагрузка. Каким образом человек реализует эту перезагрузку? Способы есть разные, да. Он может ходить на обед, он может поставить солнышко и потрындеть с кем-нибудь, о чем-нибудь. Ну, и в том числе для этих целей у нас в команде и во многих других есть там PlayStation, настольный теннис. Человек сделает лучше физическая нагрузка, сделает физическую нагрузку, и человек, он переключился. Ну, в общем, час, два, три в день. А как много? Да сложно, наверное, сказать. Это, наверное, такая вот софт-скилл, да, это даже такая неизмеримая, наверное, такая величина, потому что она может быть разной. Человек может и за два часа сделать задачу, а потом просто думать над следующей задачей. А может человек и час, да, а все остальное время работать. Еще небольшая ремарочка, наверное. Вот есть продуктовнер, а есть еще скраммастер. Ну, я, насколько знаю, по-моему, скраммастер отвечает за то, что за защиту разработчиков от внешних воздействий, а продуктовнер уже формирует бэклог и, ну, задачи, грубо говоря, на спринт. Да, ну, у нас есть тоже такой человек, ну, продуктовнер больше, наверное, за коммуникацией, да, то, чтобы задачи ставились вот так, через него в команду, да. А скраммастер, наверное, за традиции, в принципе, там, ну, чуть-чуть больше широкий, ну, другой, наверное, круг обязанностей. Ну, они вообще дополняют друг друга, да, конечно. Спасибо.